друзья всем привет как обещали начинаем прямой эфир прямиком из сочи мы находимся в феди нам вид буси так как на улице уже темнеет как ни странно здесь уже до пол шестого уже темно мы решили разместиться здесь здесь тихо спокойно есть кондер что немаловажно вот поэтому давайте подключайтесь и начнем да да технички царя да свет потух а по так вот прямиком с этапа сейчас с пылу с жару пилот у нас закончили тренировочку и сейчас так как мы придерживаемся санитарных мер и всяческих ограничений да я не в маске но я думаю что это будет лучше если это будет так поэтому мы будем соблюдать социальную дистанцию и приглашать пилотов по одному как к доктору ждем от вас собственно вопросов и как и я говорил уже в stories за лучший вопрос который понравится нам наградим подписчика новой футболкой с изображением жига царь которая прибудет уже где-то летит между москвой и сочи в самолете и прибудет прямо сюда на этап поэтому вопросы можно уже начинать мозговать да всем привет 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 вот а пилоты к нам сейчас начнут присоединяться пока они присоединяются могу могу поотвечать на ваши вопросы я вы достигли всех целей в этом году слушайте наверное этот вопрос мы сейчас адресуем денису я то вам могу сказать что большинство наверное да достигнута но по большому счету цели настолько много что все наверное не достичь а если достичь что это ну нужно было бы стараться втрое сильнее но и не все зависит от нас как вы понимаете едете зиму да скорее всего едем но и будем скорее всего ехать не зиму а лето зиму здесь в сочи на сочи дрифт челлендж почему денис на бмв опять же ответит denis запомнили этот вопрос я думаю он лучше расскажет почему так сейчас один момент буквально сорян дамир да денис к нам диск нам уже присоединяется поэтому когда денис наконец-то настроить шершни тоже вопрос риторический у дениса есть но это мое личное мнение у денис есть определенный стиль вождения который он отточил когда-то в память если не изменяет где восемнадцатом году до в красноярске на зимнем этапе winter print battle и этот стиль очень подходит под настройки бмв с шершнем немножко другая история там немножко другая подвеска немножко другой двигатель на мой взгляд это требует определенного скилла и этот скилл нужно наращивать поэтому поэтому да к нам присоединяется собственно денис садись денис мы соблюдаем социальную дистанцию приветствуем все дениса днис тут уже тебе задают вопрос по поводу того почему то есть этап на бмв хороший вопрос ребят давайте следующий стандартно смотрите ребята все просто у бмв ничего не нужно настраивать с подвеской по нескольким причинам во-первых там впереди стоит вайсвап он плюс-минус стабильный понятно что чтобы на него супер топово куда-то на бешеных скоростях лететь надо и его где-то крутить но в целом его крутить не надо стойки вы крутить не надо по той причине что они уже старый и делать это бесполезно то есть эта машина всегда в одном состоянии как автомат калашников работать стабильно понятно никаких вопросов поэтому вкатиться за там условных 5 часов тренировки где ожидание из них займет у тебя четыре с половиной вот вкатиться в бмв гораздо проще чем в любую абсолютно машину для меня если говорить про шершня есть нюансы которые лично меня не устраивают в подвеске это лог на больших углах а я ставлюсь в большой угол хочу ставиться резко хочу резко перекладываться это риски тут везде стенки каждая перекладка может стоить нам машины поэтому принять решение с командой не рисковать дня вот этого запасного четверга у нас нет чтобы машину застроить поэтому едем просто без рисков едем на бмв это раз вторая причина потому что на бмв я в любом случае показываю более стабильную историю и так как много командных задач у нас стоит на это там все силы брошены все как бы буду максимально на риски на максимальной агрессии стараться проехать весь этап и показать все-таки какой-то результат и помочь команде поэтому такое решение шершня все в порядке машина крутая офигенская но с ним заниматься крутить под каждую трассу какие-то моменты делать не успеваем физически вот повторяется вопрос команда достигла всех целей поставленных в этом году или нет коллеги для команды очень просто непростой год я бы сказал что мы наверное почти всех целей не достигли во первых мы с большей долей вероятности не будем чемпионами а это была наша одна основная цель во вторых мы хотели еще большего там с медикой с работой с мир чем у нас много осталось к сожалению командных вопросов непростой сложный год слава богу что мы в принципе в этот год как бы заходим этот год как-то пережили поэтому если уж честно быть с вами открыто наверное мы процентов на 30 только выполнили те задачи все цели которые перед собой ставили целей очень много и в техническом плане есть вопросы которые хотим устранить в общем-то в целом на троечку можно сказать мы отработали но у нас есть козырь рукавах это дамир и ятулин мы очень рады за дамира если дамир станет чемпионом это процентов 20 наших так скажем недоделок закроет если у нас будет свой чемпион поэтому мы очень хотим чтобы впредь только наши пилоты становились чемпионами rdsgp как это не забавно да звучит как это не странно во всяком случае одна из таких целей у нас была то есть когда мы ставили перед собой задачи индивидуальной мы сказали что один из нас чемпион ну я как бы догадался кто это будет я верил что это будет дамир федя кричал что это будет он в общем то ну мне было без разницы кто из них хотя я думал что дамир вот задача второго была попасть топ-5 этого к сожалению случилось и задача третьего то бишь меня попасть топ-10 этого точно не случится хотя в этом сезоне поэтому мы задачи не выполнили но если дамир станет первым то будет круто и вообще все будет классно коллеги самое главное понимаете ошибки совершает все абсолютно все в этой жизни и самая главная задача какие мы делаем выводы вот это ключевой наверное ключевой и так скажем постулат который мы выносим от этого сезона мы очень много сделали выводов я бы я рассчитываю что сразу после окончания сезона с первых недель месяцев вы узнаете наши планы ты прям до с языка снял я хотел как раз об этом рассказать у нас будет много изменений очень качественных мы знаем чего мы хотим следующем году и более того начиная с 21 года мы строим стратегию на три года вперед то есть мы не просто будем смотреть вот следующий сезон а мы просто строим стратегию на три года вперед и даже в прошлом году мы совершили эту ошибку может быть где-то внутренне мое предпринимательское чутье позволяло задуматься о том что все таки будет какая-то жопа вообще в мире в стране я вот серёга ты помнишь я говорю что будет на стране года что будет сложная ситуация поэтому не хотели ничего глобально менять и поэтому мы как бы вот просто хотели повторить яркий сезон как в прошлом году хотели добиться чемпионского титула который в прошлом году нам не хватило но не сражилась ну и надо правде в глаза сказать что у нас нет нашего лидера прошлогоднего это титсуя хибина мы на него рассчитывали безусловно то есть у нас была ставка на 30 и надо мира вот но он конечно одного такого топового специалиста в команде нам сильно не хватало поэтому я думаю что если был бы титсуя нам было бы гораздо легче и скорее всего в командном там результате мы бы сейчас были наверно боролись бы точно за чемпионство если не выше да если бы уже не заранее себе обеспечили то хотя ну неизвестно там как мог как угодно могло быть но тем не менее да коллеги самое главное это делать выводы вот мы сделали много выводов и очень хотим вас порадовать с нашими целями планами на предстоящие три года отвечая на вопрос который был в ленте планы есть но о них вы узнаете чуть позже немножко терпением вы сказали все равно сильная команда или команда понимаете это это люди вот надо понимать это команда это не только подиумы победы команда это люди мне часто вот говорят что вот дамир 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 чемпион и мне реально безумно приятно слышать это с точки зрения боль ну как бы радости за дамира но вы должны понимать дамир этого добивается вместе с командой вместе вот серёгой который все вопросы кучи на себе тащит вместе с парнями которые делают так что не одна машина его без тех схода ни одна машина то есть он всегда выезжает на на старт и делает макс поттер который ему все время говорит какие-то правильные слова и так далее уже на сегодняшний день любой спорт от дри в частности это очень сложная история и может там сколько угодно рассуждать что там вот там круто кто-то валит бахает он чемпион это вообще далеко не так и дамир достигает этого результата только вместе с командой за что мы безумно как бы рады как его часть и ну и мы конечно понимаю что среди остальных пилотов команды это безусловный лидер там до речи даже будет быть не может дамир как красавец и я считаю что ну молодец давай крайний вопрос к тебе по поводу встречи там было тропился был вопрос два вопроса было но они одного типа чем будем делать зимой куда поедем красноярск поедем красноярск там привет передавал красноярску очень сложные вопросы задаете самое главное компрометирующие очень компрометирующие мерч хотят я же мне что обещал за лучший вопрос серьезно да ну это самый худший вопрос ребят мы в красноярск обязательно приедем и это я гарантирую точно и не раз наверное минимум пару раз приедем я думаю там даже встречу подписчиками можно можно легко такое сделать это первая вторая история есть такой мысль такая подошел сегодня ко мне один человек который начал мне объяснять почему нам стоит стоит ехать красноярск мне кажется я знаю там ты говоришь да ты догадываешься это многие догадываются и нам очень важен этот человек в общем-то по жизни в целом и дальше вот и короче говоря не знаем ребят вот пока не знаем у нас есть задумки какие я не могу сейчас прям взять и раскрыть вот но от красноярска это конечно сильно тоже зависит эти задумки поэтому есть вероятность что мы поедем в красноярск я лично хочу обязательно побывать в сочи на хотя бы на двух этапах может быть на первом и может быть на последнем такие есть тоже планы поэтому обязательно сочи древчеллендж я лично буду может быть и до мир каким-то образом сюда попадет мы будем смотреть может быть например да мир поедет весь этап красноярске пока не определились но сразу после этапа запада то есть rdsgp потом следом будет запад сразу после запада мы мы начинаем думать уже конкретно глобально за зимний сезон то есть у нас начинается новый сезон двадцать первого года который состоит и зимы и из лета чему что щеку а я тебе вопрос подготовил и меня до хочет 5 кепку нет 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 я не участвую в розыгрыше я думаю что подписчикам будет интересный вопрос компрометирующий кого просто пометивший забей читать не был каталась ли ты вальтезу до мира если да то как тебе щенку крутой вопрос там еще был вопрос в целом но ты сейчас ответишь он такой же примерно типа почему-то выбрал платформу альтезы и не рассматривали сельты от нее отказаться по итогу сезон если есть покупатели за дорого наоборот сэйлов дамировского если интересно пишите кстати реально обсудим что касается альтеза дамировской я на ней проехался в рязани она не делает так как делать моя машина то есть у нее не сэйвит руль не клинит на острых перекладках у нее немножко по-другому расположено крепление коробки она немножко легче все это прям прям сильно ощущается у нас вроде бы все одинаковые стойки там мотор плюс-минус похожий но мне его машина откровенно говоря сильно понравилось сильно понравилось но наверное до конца нельзя так быть все таки на с правым рулем это другие ощущения не было непросто и так далее вот но в общем то все маме дамировская вот и себе спросить мне дамировская машина нравится больше но мне сильно нравится шершень просто есть определенные моменты которые нужно поправить просто позаниматься приведу простой пример вот сегодня встречал бой встретил гочу вот у него как вы знаете сегодня выезжал на машине брата я подошел грунт уже не будучи чё как машина брата а он до этого меня на прошлых этапах говорил что с машина есть какие-то вопросы вроде все одинаково но не то и вот я подошел кучу гучу ну чё как его ческал в итоге всю подвеску на хрен выкинули все по новой собрали все поехал такое бывает сожалению что вот есть какие-то мелочи которые нужно находить и я понимаю что в машине есть вопросы и они не глобальные мотор коробка и так далее супер но какие-то нюансы мелкие надо играть до вопрос от меня до компрометирующий ты очень часто говоришь что цифры вещи прямо это твое одно из любимых выражений я знаю да и еще игру хорошее случается 7 да этот это тоже это тоже золотые слова да по итогам прошлого сезона к сочинскому финалу твоя позиция в турнирной таблице было сильно лучше сильно лучше с чем-то связываешь итоги вот этого сезона то есть это что-то внутри тебя или эта платформа сыграла так смена платформы или ну смотри безусловно вся причина во мне ну то есть не надо там внешний фактор ссылаться вся причина во мне тут вообще никаких споров нет это первая история вторая история любая любая как бы сложная тема она всегда может привести ну любая любое непонятное решение приводит к циклическим всяким движухам у меня были вопросы по итогу сезона к нескольким моим заездам когда мне казалось я как минимум не проигрывал а я в частую проигрывал и вопрос даже не в том что я выиграл или проиграл просто хотелось дальше биться хотелось бы хотя бы им тайма чтобы за что-нибудь зацепиться вот но к сожалению это сделать не получилось это как бы так давно это типа больше пожаловаться но ни на кого жаловаться не стоит стоит жаловаться на себя безусловно на альтезе ты сам понимаешь ну на смысле на лексусе проигранный был первый этап в квалификации что на бэхе вряд ли бы случилось я бы на небе спокойно пришел к валу и как они уже были бы другие очки ну то есть это череда как бы таких экспериментов череда таких решений и так далее но я могу точно сказать что я в этом сезоне еду хуже чем в конце прошлого я считаю что здесь здесь есть определенная усталость определенная усталость от работы вот надо работать над собой больше надо работать как бы менять подход к работе на безусловно мне конкретно нужен тренер я конечно за зиму планирую все это подтянуть я хочу я вот там к прошлому на этапу вот к рязани немножко понял как надо тренироваться как надо проезжать гонку это опыт еду третий сезон полноценный в общем то да вот сегодня сидели с лёхой головной разговаривали я у него спрашиваю как у него там джетишка обстоят у него дела с джетишкой и спросил про его старый nissan который мне сильно нравился он искал я 12 лет на нем отъездил я подумал блин я два года над ездил на бэхи и решил менять планирую на наверно может быть рановато было может быть стоило весь этот сезон еще на бэхи подолбить и как бы дальше уже дальше как-то уже двигаться димка захаров но один к привет вот но то есть как есть но серёг не торопимся с выводами еще идет этап последний всякое бывает согласен будем бороться буду биться на все деньги обещаю вам это смотри я бы тебя отпустил но вот задали очень крутой вопрос мне он прям зашел если бы вы вернулись начало двадцатого года когда еще никто не знал во что превратится год какой бы совет вы дали себе совет тогда ну короче понятно да всей команде то есть начало года чтобы он себе шепнул я думаю что календарного я думаю что календарного вопрос про календарного что гоночный уже был после пандемии после этих всех историй друзья для меня календарный год вообще большая проблема потому что были определенные сложности вообще по жизни глобальные которые произошли со мной с нами там в начале года прям самом начале года в январе феврале и если бы я вернулся в 1 января я бы кое-что сделал чтобы хотя бы облегчить дальнейшие 6 7 месяцев психологического настроя нагрузки которая из-за этого легла но к сожалению так не бывает если но то есть были определенные моменты которые не могу говорить вот поэтому год был сильно сложный пандемия была в этом плане наверное самым простым что нас поджидал в этом году вот прям весь год он был такой вот у меня есть притча про одного осла которого в колодец в колодец выбросили вот если надо потом расскажу как-нибудь можете мне написать личку я расскажу историю запишу вам про притчу пока просла старого этот прям про меня про весь этот год вот и причем бы ты себе же было обратить на работу себе не быть идиотом вот а если говорить про гоночный сезон то хочется сказать ничего бы не менял так бы ехал как ехал нет я бы не садился на лексус и строил бы его пацаны завязываете все едем ребят к сожалению если не бывает если честно пока есть фраза кафе если честно нет если не бывает поэтому мы благодарны всему что нам дает судьба дает бог поэтому мы рады что мы находимся в той ситуации в которой есть любые неудачи это наши наши выводы поэтому ничего менять нельзя было потому что все что с нами случается значит так и должно быть поэтому вот так ребят поэтому все круто будем делать выводы идти дальше да спасибо время идет мне еще нужно опросить двух пилотов на встречу спасибо большое за поддержку и за следим за его сторисами он там расскажет нам притчу просла обещал зови феде нам к нам через минутку присоединится федя воробьев готовьте к нему вопросы до мир идет о идет на мир хорошо переключимся на до мира дальше так пока вы готовите когда миру вопросы я задам вопрос от себя до мир смотри ты сейчас являешься лидером в личном зачете практически но не теоретически но допустим на цифрах она вот на сайте сейчас выглядит так это каким-то образом у тебя давит ну то есть ты чувствуешь какое-то прямо давление волнение или ты ну настолько хладнокровный убийца и вообще все равно я просто раз не думать об этом пока что это получается то есть я тебе сейчас все испортил сегодня ариша подходила интересовалась я беру типа не хочу даже это обсуждать и все ну ведь он как вам быстро на вопрос отвечать вот кстати задает вопрос с кем ты поешь финале в это был еще один вопрос с кем тебе хотелось бы проехать на этом этапе вот возможно ты с кем-то не ездил в этом сезоне я хотелось бы проехать финале со своим сокомандником вот если будет такая возможность это будет круто с каким именно с денисом конечно же ну как так да мир феди тебе крылышком прикроет да мир расслабься и долби по кайфу так где-то был вопрос до мира сейчас на мир как изменилось поведение этой машины за год что поменялось есть кардинальные какие-то изменения нет ну самое главное изменение я нашел зацеп на передней оси больше его стало и по сравнению с прошлым годом теперь я еду низком давлении сзади то есть то есть раньше в прошлом году ездил там 1213 сзади давление было вот сейчас 8 в рязани 075 даже ездил у меня за цене ездил на программе вопрос еще один технический задает макс наш подписчик и друг товарищ чё по understeer на трассе присутствует но от трассы на самом деле глобально зависит understeer настроек либо от конфигурации подвески зависит у меня лично сейчас understeer нет вообще легкий может быть в целом морда полностью управлять самый запоминающийся заезд в этом сезоне с кем вот прям кайфанул от которым но то есть нет такого что прям вот хопа вспомнил готовить нет может там плюс-минус похожих заездов близких мне кажется с димой ермахин вот на прошлом этапе был круто вот на первом этапе в рязани интересно заезды были близкие и рискованно получалось хорошо ехать на последнем этапе в рязани ну так средне получалось кто-то у меня там где-то что-то не получалось соперники тоже не туда чуть ехали вот и не складывали заезды да мир привет планируешь ли выступать где-то помимо россии например d1 или попробовать свои силы в европе было бы очень интересно посмотреть на твои заезды с другими пилотами пока конкретных планов никаких нет вот ну так мысли конечно же присутствуют вот мы так перекидываемся в команде такими идеями типа поехать куда-либо вот но пока что дело не дошло до каких-то ну прям конкретных намерений но рехап авто тебе отчитывается до мир мару уже малышку свою покрасить да я сегодня видел в инстаграме процессы так еще был вопрос как тебе дебютант коль грика венка в принципе наверное заметная личность с точки зрения прогресса по ходу сезона молодец получается уехать неплохо на разных платформах пробовал в этом году кстати да в плане дебютантов очень круто и рома тивадар едет и даже этап он взял в петербурге если кто помнит и коль грика венка да реально крутой дебютант человек пересаживается с платформы на платформу причем абсолютно разные с абсолютно разными настройками и стабильные лида круто завтра буду на этапе удачи парни круто да вопрос такой интересный да мир вас 2102 turbo реально как-то ехать летом и зимой ну типа универсальной тачки и по той по то наверное скорее нет чем да ну да смотря как ехать можно и по мокрому ехать по мокрому на обычной жиге можно фигачить то есть по льду и по мокрому по сухому сложновато конечно на таком уровне конечно же нет какому автомобилю rds gp ты бы отдал приз зрительских симпатий какому автомобилю? на льдезе конечно ну льдезе меня устраивает максимально наверное нет наверное тут речь идет о внешнем то есть типа кайфово выглядит как кайфово выглядит ну sx на котором кивадар едет прикольно выглядит да круто кстати вопрос про джетиху джетиху про джетиху мнение о тойота gt не поменялось у тебя? мнение? я так понимаю что не очень тебе заходила эта тачка ну да нет особо не поменялось но я придерживаюсь той точки зрения что любую машину можно заставить ехать ну то есть найти настройки определенные которые будут работать ну чё бы получилось это сделать да наверное это первый пилот который прям реально на gt поехал ну так вот признаться честно так какой то еще вопрос дамир и я тебя отпущу сейчас был тут интересный вопрос а про VR не планируешь ли VR и хотелось бы вообще бы тебе его попробовать какие то видишь плюсы и минусы? плюсы 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 ну основной плюс наверное это то что он развесовку машины немного поменяет вот хотелось бы все таки на алтезе сделать развесовку получше чтобы у нее темпа было чуть больше вот а для того зацепа который будет на такой развесовке ну нужна чуть больше наверное возможно мощность вот то есть если GZ допустим сейчас выдает 810 сил и 950 момента вот это он делает на пределе и конечно весь сезон с такой мощностью сложно будет ехать наверное будут проблемы какие то вот а VR наверное все таки будет комфортно себя чувствовать с такой мощностью и где то больше мощности не надо но на такой мощности и комфортнее будет у дамира есть татарские корни безусловно это отвечает на вопрос привет из Троицка спасибо большое спасибо последний вопрос от нашего подписчика no drift no fun Дамир не планируешь ли ты завести себе кота кота нет как бы не планировал у нас во фрэше постоянно бегают бродячие бродячие коты кошки и котята Дамир их подкармливает ему этого хватает ну да ну что поэтому don't все дамир спасибо тебе большое я тебя отпускаю ну давай навалите пожалуйста лайков Дамира и желаем ему всем удачи не да Да, друзья, были вопросы по поводу того, заедешь ли ты, Дамир, на первое место и сколько у тебя очков и так далее. Давайте все-таки, так как Дамир ответил, что он старается не думать о том, что он сейчас лидер личного зачета и старается как-то астрагироваться от этой темы, поэтому эти вопросы я ему не задавал. Давайте не будем затрагивать, пусть парень едет, как едет и максимально кайфует от того, что он делает. К нам присоединяется Федя Воробьев, навалите ему лайком, давайте. Всем привет, друзья, дорогие, всем здорово, здорово, здорово. Погнали, гонки гонять. Так, ну что, давайте навалим Федоса вместе с лайками вопросов. Был вопрос, давайте его зададим. Федос, ты реально не думаешь над тем, что лавка, которую ты приделал на свою машину, задаст некий тренд? Потому что все жигулисты начнут себе такие лавки ставить. Ты не боишься, это же опасно на дороге, они же не смогут их закрепить, так как ты профессионально. Слушай, на самом деле это действительно достаточно старая тема. Это, будучи еще когда я в школе учился, когда мне не было машины, и я помню, мы лазили по венгерским сайтам, да, в том числе и не по порно-сайтам, а по венгерским сайтам, где разглядывали, у них, знаешь, есть такие гоночные серии, там, Dying Heeside, и они в Прибалтике в основном, да, ездят на классике, вот, в том числе там и кольцевые, и раллийные. Да, ну то есть это туда прямо в 90-е, да? Да, и у них это давно идет, вот, и еще тогда, когда у меня не было автомобиля, я приметил эту тему и думал, что когда у меня будет пятерка, я обязательно сделаю. Вот, прошло несколько лет, и в целом десятков лет, я это все реализовал, сделал, и, честно скажу, не жалею, потому что, вот, раз, это, ну, действительно стильно, это круто, вот, вот, а во-вторых, это все-таки некая аэродинамика, которую мы начали активно изучать, и с ней активно работать, вот, я не хочу сказать, что это сейчас финальная прям версия, но, тем не менее, она есть, и я считаю, что тренд определенный она в любом случае задаст. Такие штуки уже ребята делают несколько лет, да, в целом, вот, но именно вот такое крыло, как мы видим сейчас, оно реально в эксклюзиве, такого нет ни у кого. Если бы мы сейчас были в эфире, профессионально мы бы сейчас вставили кадры этой лавочке, все красиво было бы. Вопрос, Федос, к тебе, прибавило ли темпа? Слушай, на самом деле, я сегодня скатал 8 покрышек, это было 8 заездов, вот, вот такая вот история. Честно скажу, первые попытки пристрелочные, я выехал и ехал я в полпедали газа, вот, потом понятно, что нужно было наращивать темп, начал его наращивать, и понимаю, что все равно разгонах сейчас на данный момент столько до хрена, что даже приходится, ну, понял, если эффективно разгоняться... Я немножко о другом, почему ты все время, когда говоришь в полпедали газа, не хочешь сказать на полфедора? Да ну, а что, так и есть. Ну, в принципе, да. Так и есть. Короче говоря, едем сейчас, используя не максимум потенциала, потому что максимум потенциала использовать, ну, наверное, только там Жека Лосев пока. 167 сегодня он поставил рекорд, а у меня 161. О, да, у меня был 161, но там знаешь, в чем проблема? Есть, все-таки, открылась новая проблемка такая, да, там, с передней рулежкой, когда при большом угле на большой скорости ставишься, там некоторые вопросики возникают. Но... Нет, нам вопросики не нужны все еще. Да, я понимаю, их можно компенсировать тем, что, ну, либо чуть-чуть придержать разгон, либо, соответственно, ну, чуть угол попроще. Ну, короче говоря, работаем. Нормально. Так, всем еще раз здорово, это я. Расскажи про копейку, что по ней планируешь делать? По копейке... Что ты сетеврею ободрал? По копейке, я же тебе рассказывал, там в кино про это зазывали сниматься, и там мы пришлось так сделать. Понятно. А по копейке, короче говоря, там активно собирается мотор, у меня уже все железки куплены, в том числе там и... А нет, по подвеске только нет, но по мотору, по выхлопу, там, по всем делам, по редукциям, по трансмиссиям, все это есть, и остается только подвеской. Я ее обязательно сделаю. Вот, причем это произойдет достаточно скоро. И поеду, если вы знаете, есть в Москве трасса в Печатниках. Это хороший такой автодром в черте города, со всей инфраструктурой, скажем так, практически домашняя для меня трасса. Буду там долбить вообще, пока там шатуны не поваливаются из этого мотора. И вообще, знаешь, что, мне на самом деле очень близка вот эта тема атмосферного дрифта на 8 тысячах оборотов. Знаешь, вот, пилишь там, на газон, на косилке. Old school. Да, 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 да. Ну так, чисто для себя, поддерживать себя в форме в межсезонье, знаешь. Дамир, он на тренажерах гоняет, тренируется. Да, да. Я буду на жиге. Сильно ли остыл асфальт к вечеру вопрос задает? Подписчик смотрел нас с перехода в тренировку нашу. Если честно, то асфальт меняется, по-моему, на протяжении всего дня. Утром он чуть холоднее, к обеду он другой. После обеденное время, часам к 4-5 он еще, так сказать, набирает тепла, еще более цепкий становится, потом это резко падает. Ну, короче, с асфальтом приходится работать, это не шутки. Нужно быть на чашу всегда. Да, поэтому, да, на протяжении всего дня дорожное полотно меняется и приходится это учитывать. Смотри, Федос, пока подписчики задают свои вопросы, у меня есть один вопрос к тебе. Я думаю, что всем будет тоже интересно послушать. Смотри, мы все помним прекрасно, 18-й год, Сочи, здесь. Ты был в финале? 18-й же это был год. Подожди, или нет? Ну да, да. 18-й, да, да, 18-й год. Ты был в финале и проиграл не кому-то, а Наута Суинага. Ну, кстати, такой себе вопрос. Ну, да, там есть, да, ну, ладно, не будем к этому возвращаться. Я 10 раз пересматривал этот видос и, слушай, блин, ну к себе у меня не было вопроса. Это редчайший случай, когда я смотрю повтор и у меня нет к себе вопроса. Ну, не важно. Далее был год 19-й, где в топ-16 тебе попался непростой соперник Аркаши Цереграцев и там, ну, ты не без борьбы, но проиграл. Что ты ждешь от этапа этого? Мы опять в Сочи, мы опять в финале. Что ты ждешь? С кем бы ты хотел бы проехать? Вот тоже вопрос в вопросе, да. Вот реально, кого хочешь в сопернике, с кем хочешь проехать и, ну, какие вообще планы на этап? В прошлом году с Аркашей Цереграцевым была серьезная заруба здесь и там, насколько ты помнишь, разница в автомобилях была просто какая-то космическая. Это 500 лошадиных сил на коробке на обычной и у Аркаши на то время, я думаю, сил там под 900 было и на секвентале. Вот, бой все равно дал, маленько ошибся вот как раз-таки в этой так называемой дуге, где разворот у нас, да. Но, и, как бы, ошибка эта была связана с тем, что, опять же, там, да, с передачами была проблема. Вместо с пятой накинул, надо было на четвертую, да, я попал, по-моему, на третью, либо там на какую-то, на вторую. Вот, машина сразу стабилизировалась, я это быстро исправил, но, тем не менее, это выпрямление не дало мне дальше, так сказать, шансов проехать его. А если говорить про сегодняшний, да, этап, сегодняшний финал, который пройдет в эти выходные, то, слушай, на самом деле, мне все равно абсолютно с кем ехать. Будь это, там, Каба, Леха Головня, не знаю, там, да кто угодно, Гоча, не Гоча, там, все дела, короче, все равно с кем ехать. Вот, правда, не хотелось бы ехать со командниками, вот, честно скажу, хочется все-таки, чтобы мы командой прям максимум затащили этот этап. Я более того, что скажу, максимальное настроение, я пересмотрел кучу видосов, кучу, проанализировал кучу всяких моментов, которые нужно делать. Слава богу, сейчас по тренировкам я иду, в общем, достаточно стабильно, и все получается, наращиваю, наращиваю, наращиваю. И надеюсь, что завтра на квалификации покажу хороший результат, и в ТОП-32 мне абсолютно не важно, мы с кем поедем, потому что поедем, и этот бой выиграем. Спасибо. Сильно ли тебя ругал папа после крыши в Рязани? И вообще, расскажи подписчикам о своем взаимодействии с папой, мы все прекрасно знаем, что он с тобой везде ездит, и я лично знаю, что он тебя очень классно поддерживает. То есть, вот, ну, такому взаимодействию отцу с сыном можно реально завидовать. Расскажи, поделись. Слушай, батя на самом деле не ругал вообще, то есть, он же, понятное дело, понимает, что эти вещи, они же происходят не специально, да, и здесь ругать, ну, я в этом смысле тоже никакого не вижу. То есть, да, здесь, как бы, он наоборот пришел, поддержал, когда реально было очень тяжело, просто, блин, начало сезона, просто тачка чуть ли не в тотале, вот, ты сидишь, просто понимаешь, что, блин, это просто катастрофа. Не, он пришел, поддержал, сказал, что, ну, что, ошибки бывают, ты, главное, сделай выводы из этого, как бы, да, и сделай так, чтобы больше не совершать таких ошибок. Вот, то есть, не, ну, с батей, в общем, в целом, конечно, в одной связке работаем, вот, очень сильно он мне помогает, конечно, наверное, мне бы хотелось чуть больше от него обратной связи, да, в плане, там, каких-то, может быть, тренерских, да, там, таких моментов. Всегда хочется большего, да, но, тем не менее, я очень ценю. Спустя время ты понимаешь, что то, что было, это и уже было, как бы, хорошо, вот, и, слушай, ну, вот, положа руку на сердце, ты, почувствовал бы какой-то дискомфорт, я не знаю, как это назвать, если бы он, примеру, на какой-то этап не приехал, ну, не смог, к примеру, по работе, ну, ты вот прям чувствовал бы его отсутствие, ну, как такового? Ну, сложно сказать, ну, в целом, я думаю, да, потому что мы все-таки в команде работаем вместе, и, понятное дело, что, да, там, например, механики, они в любую минуту, неважно, кто там, какой машиной занимается, готовы прийти на помощь, ну, как-то так уже все равно сложилось, что за каждой машиной закрепляется какой-то механик, который выполняет свою работу, да, свою функцию, и, ну, как раз батя, собственно говоря, это и делает, то есть, понятное дело, мы там работаем с давлением, там, да, с изменением по мягкости, жесткости, там, по развалу, там, по схождению передней и задней оси, и, ну, то есть, уже практически там с полуслова друг друга понимаем, так, нужно это, нужно то, он уже здесь посмотрел, там, подошел, спросил, то есть, в целом, как бы, вот эта работа, она уже отлажена и построена так вот, в таком ключе, поэтому, конечно, если где-то там по работе еще что-то, его не будет, ну, будет тяжеловато, но все равно справимся, в любом случае, потому что у нас офигенная команда, не скрываю этого, пацаны всегда тоже на максималках знают все про тачки, понимаешь, то есть, ну, где, чего, как, там, сям, то есть, ну, то есть, очень-очень круто. Очень интересно наблюдать, на самом деле, за Николаем Федоровичем, особенно, вот, в Рязани мне нравится, потому что там очень короткое расстояние от техпарка до трибуны, и, когда Федя едет, он всегда встает, так, по-отечески, на балкончик такой, встает и смотрит, ему при этом несколько раз пробовал, ему задаешь какие-то вопросы, типа, дядь Коль там, а то это, а Федя ехал, и он не отвечает, он просто стоит максимально сконцентрированный, такой смотрит, потом молча просто по-английски уходит, ну, то есть, видно, что у него в голове, там, прям, какие-то мысли варятся, что-то он анализирует, как Федя, там, и он не отвлекается вообще ни на что, то есть, это, прям, реально нужно видеть, это круто, прям. Процессы кипят, согласен. Да, я, на самом деле, глядя на папу Феде, стараюсь в своей жизни что-то даже подчеркиваю, при том, при всем, что у меня сын тоже Федя, вот, поэтому, как бы, вот, какие-то нотки я у него беру, потому что, ну, взаимодействие отца с сыном, это, на самом деле, очень важно. Брогосто, да, да, согласен. Да, Федя тоже не понаслышке знает, у него тоже есть сын, поэтому, да, это такая история. Федя, 90+, тебе на квали желают, да. Спасибо! Вопрос повторяется, давай на него ответим. Почему едете столько на GZ, хотите ли попробовать другие моторы? Вот ты бы лично хотел бы на чем-то другом поехать? Да, слушай, на самом деле, вот, в этом сезоне я же еду на абсолютно другом GZ, нежели я ездил ранее, да, то есть, у меня раньше тоже был GZ, но если его сравнивать с этим чудовищем, который стоит, под капотом и просто, на, даже, что самое интересное, за весь сезон я не включил на максимум этот буст. На шестерке, по-моему, максимально. Да, я сейчас вот еду на восьмерке, и то, там, понимаешь, Саня просто за голову хватается, говорит, как ты, говорит, ты там на третий 210 ты едешь в отсечке, как бы, да, даже Дамир, там, до таких скоростей, как бы, ну, колеса не крутят. 210 на колесе, ну, так, чтобы, да, в реальной скорости автомобиля где-то в районе 100-110, наверное, в гонусе. Да, постановки больше, но больше. Дальше там падает-падает, да, потом в дуге еще больше падает, а потом опять нарастает. Но, короче, мотор офигенный, мне очень нравится, он едет круто, особенно так он построен технологично, и к нему вообще вопросов нет. Хотелось бы, да, попробовать что-нибудь там типа VR, может быть, и так далее, но пока нет в этом необходимости, потому что у нас все автомобили унифицированы, все едут на GZ, да, это и Supra, и Lexus, и Alteza, и Jiga. И это, конечно, вот, ну, дополнительно в команде, как бы, да, это, ну, такой немаловажный фактор, потому что всегда что-то можно починить, сделать туда-сюда, как бы, ну, Beho у нас, наверное, только исключение. Ну, она как автомат, конечно, с атмосферным мотором там сел, ба-а-а-а, нажал, и в этом сезоне испытал Beho, и что тут кажется? Очень крутая, да, очень крутая тачка, в первую очередь, конечно, это по подвеске, по балансу, да, она едет так, как вот, ну, просто. Это, кстати, к слову, был вопрос, я его запомнил, почему в Beho мы не ставим новый мотор, как только туда поставишь что-то другое, баланс тачка потеряет, и чтобы его найти, это не один год. Ну, возможно, да, поэтому мы ее не трогаем, она вот как у нас есть, и она реально палочка-выручалочка, она пришла на помощь к Феде, она пришла на помощь к Дену в Рязани, и сейчас Денис едет на ней этап, из-за того, что она стабильная, и может на ней реально показать хороший результат. К Шершине нужно привыкать, к Шершине нужно настраивать, возможно, нужно больше тренировок, мы все это будем пытаться исправить, естественно, но, вот, про билеты, ребят, не задавайте вопросы, это не к нам, ну, серьезно. Все, что мы знаем, это то, что билетов уже нету, и, возможно, их можно будет приобрести на этапе, но это, пожалуйста, в аккаунт RDSGP, там все ответы. Давайте какой-то последний вопрос, наверное, к Феде, у нас 25 минут, и мы его отпускаем, и подытоживаем, кому же достанется футболка. Кстати, мы футболки новые сделали с твоей машиной. Да ладно? А, я тебе не показывал, они приедут, они где-то сейчас в небе между Москвой и Сочи, и вот мы одну из них подарим за самым лучшим сопротивлением. Ну, чего себе, вы дали какой инсайд? Или ты уже рассказывал? Я уже рассказывал, да. Да, блин, ну, я видишь, я только узнал, ну, я машиной занимался, поэтому, видишь, вот это. Не, я на самом деле хотел это в секрете от тебя сдержать, ну, ладно. Красс! Вообще по кайфу! А то у меня, смотри, гляди, старенькая еще. Да, это вообще олдскульная. Одно из самых первых, да. С 18-го года, да. Да, да. Вопрос крутой, достаточно часто, и Федя на него очень часто отвечает. Давайте ответим еще раз. Федя, как насчет смены кузова? Блин, да что ж такое-то? Ну, тут еще дела не доделаны. Ну, погодите, дайте доделать дела. Че, смотрите. Не хватало коробки, не хватало этой самой, мотора и коробки не хватало. Сейчас мотор, коробку поставили, выявилась небольшая, маленькая недоработка по подвеске в связи с увеличением мощности и редукцией, как бы. Вот. Сейчас мы чуть-чуть вот еще допилим, все, сядем, когда на ней просто можно будет селать. Баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг, как Макс Гроссман там показывает. Вот так вот. И, короче говоря, потом уже подумаем. Не, реально, Жига очень супербыстрая, она суперманевренная, она способна напихать вообще любому абсолютно автомобилю, который представлен в сервис-парке. Это факт, абсолютно. Надо просто в себе еще до конца все это дело тоже подсобрать, немножко еще там с рулежкой поработать и просто, блин, ну... А там уже и будем что-нибудь думать. Коль ты затронул тему Макса Гроссмана, тут был вопрос, на который вы не ответили. Сильно ли Макс Гроссман прессует в рацию? Слушай, нет, на самом деле не сильно он прессует. Хотелось бы, чтобы он чуть сильнее даже, может быть, прессовал. Я ему, кстати, об этом даже говорил, что Макс, ты, блин, давай, ну как бы это самое, соберись уже там, ну типа там... Рули сюда, крути педали, вот, но таком не происходит, то есть он подсказывает, он все говорит, что куда ехать. Кстати, он единственный, кто мне сегодня сбросил два моих проезда, вот, с судейской вышки, и как раз после этих проездов я, ну, как бы, начал вкатываться. Анализировал, да? Я посмотрел со стороны, посмотрел на это все и думаю, ех, ты что творишь, что вообще? Да, все страны крайне важны все, ну, да? И просто прям раз, все, чик-чик, понеслась, и пошла жара, поэтому Макс Красава. Но единственное, потому что он там у нас единственный тут, мы, я вот там не был даже сегодня, ну, то есть я везде, ну, тут, ну, очень далеко. Ну, локация такая, да, она специфическая. Эта история сложноватая. Да, да, поэтому... Не Рязань подошел, знаешь, вот так заснял, перекид. В общем, Федос, тебе тут все желают удачи. Спасибо, дорогие друзья. Желают тебе тумбы и первого места. Вот, я, пожалуй, присоединюсь. Давай, спасибо тебе большое за участие. Спасибо большое, дорогие друзья. Еще раз навалите лайков Федосу, ну, смотри, как его про. Спасибо, мои красавчики. Все нормально, делаем дела. Следите за его сториз, он там тоже максимально освещает всю гонку, поэтому, да, и мы будем на свободу ждать твой автобус, я буду завершать. Иди, да. Ну, все, короче, давайте, друзья, не ссать, долбить, я пошел. Все нормально, завтра все будет хорошо. Все, все, отпускаем Федю. Да, спасибо вам большое за то, что вы желаете удачи. Это реально крайне важно и крайне приятно для нас. Вот. Получился вот такой эфир, надеюсь, вам понравился. Кстати говоря, все ли смотрели наш фильм? Давайте вот так вот. От удачи давайте, астрагируемся. Спасибо большое. Все ли посмотрели фильм на ютубе? Ну-ка, 67 человек, которые в эфире, давайте-ка. Если смотрели, ставим так. Не смотрели, ставим так. А я пока, наверное, под и тоже. Обещали подарить футболку за лучший вопрос. Футболку, да, там был вопросик, что покажите ее в сториз. Я думаю, что да, мы сейчас ее засветим в сториз. И они должны, мы очень надеемся, приехать к нам сюда в Сочи. Поэтому, кто будет в Сочи, кто захочет новую куртанскую футболку с изображением ЖГЦАРЬ, заходите, приобретайте. Обязательно она станет вашей. Все размеры будут в наличии. Также эту футболку можно будет приобрести через Директ. Мы отправим ее вам куда угодно. Но как только, правда, вернемся в Москву. Что еще? Обязательно покажем ее, как только получим в руки. Прям продемонстрируем в сториз. Реально дизайн очень крутой. Нам очень зашел. Надеюсь, вам понравится. Фильм. Что за фильм? Фильм на нашем YouTube-канале. Ссылка еще, по-моему, жива. И она есть в сториз. Если ее нет в сториз, она есть в шапке профиля. Проходите, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. И приятного просмотра. Видос про пятый этап просто огонь. Спасибо большое. Стараемся реально для вас. На этом этапе тоже снимаем отчетный фильм про этап. А также по завершению сезона ожидайте, где-то к середине ноября выйдет огромный, большой фильм. Возможно, он даже будет в двух частях. Мы еще пока не знаем. Собираем весь материал. Огромный, большой фильм про весь сезон. Должно получиться круто. Поэтому тоже ожидайте. Информативный фильм. Спасибо. Так вот, что касается лучшего вопроса. Пожалуй, выберу я. Возьму на себя такую ответственность. Мне очень зашел вопрос, который был адресован Дениса про камбэк назад во времени. Подписчик задал вопрос про то, чтобы он сам себе посоветовал, если была бы возможность вернуться назад. Мне вообще все эти темы на самом деле заходят с вот этими камбэками и так далее. Я очень люблю фильмы по этому поводу. В детстве был фанатом фильма «Назад в будущее». Поэтому именно этот вопрос я выбираю. Он побеждает. Я обязательно, я уже его заскринил, поэтому я обязательно вернусь и в сторис отмечу тебя. Тебе достается крутой мерч, новая футболка с изображением Жига-Царь, которую мы засветим буквально скоро. Будет ли фильм про Федю, про его успех? Я думаю, да. Да, то есть мы стараемся записывать фильмы про пилотов. Вы знаете, у нас вышел год назад фильм про Тецуэ Хибина. Летом у нас вышел фильм про Дамира Диатулина и про Федоса. Я думаю, тоже снимем. Поэтому тут тоже есть куда расти. К сожалению, не все получается успевать в плане медийки. Реально очень много инфоповодов. И пока очень мало рук, нужно, наверное, расширять команду видеографов. Да, и, ну, это все в планах. Денис про планы сказал, что о планах вы обязательно узнаете, но чуть позже. Хочешь футболку, так кто же запрещает? Будут конкурсы. Обязательно замутим какой-нибудь конкурс. Я думаю, даже, кстати, в аккаунте у Феди мы его бахнем. Разыграем футболку, а может быть, даже несколько. Поэтому следите. Время подходит к концу. Дабы эфир не оборвался резко и его можно было сохранить для вас. Мы его, пожалуйста, завершим. Спасибо, что были с нами. Это было прямое включение из Сочи, с Фединого VIP-автобуса, где мы пообщались со всеми пилотами. Вам спасибо огромное, что смотрели, задавали свои вопросы. И что вопросы-то у нас есть. Потому что если бы вас не было, то для кого бы это все делали. Спасибо большое. Следите за сториз. Мы максимально стараемся освещать этот этап, потому что он последний в этом году. Представляете? Вот так быстро пролетел сезон. Все, друзья, откланиваюсь. Ваш покорный слуга, менеджер Сергей. До свидания. Спасибо, что были с нами. И оставайтесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok